всем привет! это вторая часть нашего видео и мы вяжем новый ряд делаем 3 воздушные петли подъема и также вяжем столбики с одним накидом за обе стенки до того места, где у нас связаны два столбика с одним накидом вместе вот мы дошли до этого места и теперь эти петли тоже будем вязать вместе заводим крючок в первую петлю и вяжем накид во вторую петлю накид из трех петель делаем одну то есть мы также продолжаем вязать 2 столбика с одним накидом вместе и вяжем его только в том месте, где мы вязали в предыдущем ряду два столбика с накидом вместе то есть эти же петли мы снова вяжем вместе вот у нас остались две петли и мы их довязываем далее вяжем просто по одному столбику с одним накидом до конца ряд вот что у нас должно сейчас получиться давайте посмотрим, что же у нас получается вот такие вот пинетки теперь будем вязать новый ряд для этого нам нужно найти середину наших пинеток мы берем подошву складываем пополам и находим ту петлю, которая у нас находится посередине и отмечаем ее либо маркерами, либо просто какой-либо цветной ниточкой и находим еще одну другую петельку также отмечаем маркерами далее нужно обязательно проверить, чтобы наши маячки находились на одной прямой замкните обе стороны посмотрите, чтобы были на прямой и еще, когда мы вяжем пинетки, вторую пинетку обязательно от одного маячка до второго на двух пинетках у вас должно быть равное количество петель это тоже надо посчитать и так вяжем новый ряд он у нас будет стать из столбиков без накида сделали одну воздушную петлю подъема и вяжем до первого маячка в каждую петельку столбики без накида за обе стенки вот мы доходим до первого маячка и в эту петельку, где у нас маячок, также провязываем далее делаем 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и заводим крючок во второй маячок в эту вот петельку также делаем столбики без накида и продолжаем вязать наши столбики без накида до конца нашего ряда вот что у нас получилось вяжем новый ряд делаем 3 воздушные петли подъема и вяжем столбики с одним накидом за обе стенки в каждую петлю по одному столбику за обе стенки столбики с одним накидом вяжем по кругу и причем также вяжем в каждую воздушную петлю по одному столбику с одним накидом и продолжаем вязать так весь ряд до конца в каждую петельку по одному столбику давайте довяжем ряд самостоятельно вот наш ряд довязан теперь вяжем ряд для нашего шнурка 3 воздушные петли и в следующую петельку столбик с накидом далее делаем одну воздушную петлю пропускаем одну петлю и в следующие 2 петли вяжем по столбику с накидом 1 воздушная петля 2 столбика с накидом 1 воздушная петля 2 столбика с накидом потом мы в эти петли заведем наш шнурочек еще раз 1 воздушная петля 2 столбика с одним накидом воздушная петля 2 столбика с одним накидом где воздушные петли там мы пропускаем одну петлю ряд тоже у нас довязан следующий ряд мы просто вяжем из столбиков с одним накидом делаем 3 воздушные петли подъема и в каждую петлю вяжем по столбику с одним накидом в каждую петлю и под воздушной петлей соответственно по одному столбику с одним накидом и так вяжем весь ряд в каждую петлю по одному столбику с одним накидом вот что получается и так пинетка у нас почти довязана осталось только ее украсить сейчас можно взять нашу ножку и посмотреть результат наш вот такая пинетка у нас получилась а далее я покажу как украсить нашу пинетку чтобы она уже была такой же как и первая наша пинетка начнем мы с того что сделаем рант у нашей пинетки посмотрите вот эта вот белая кайма называется рант для этого нам понадобятся белые ниточки делаем первую рабочую петельку и кладем пинетку так чтобы столпа к нам лицом была вот так заводим крючок под петельку делаем одну воздушную петлю и в каждую петельку вяжем по одному столбику без накида помните когда мы от стопы переходили к верху нашей пинетки мы вязали за заднюю стенку и вот передняя стенка у нас осталась свободной сейчас мы обвязываем нашу подошву именно по этой передней стенке вот что получается давайте довяжем этот ряд и у нас вот такой красивый край получится у пинетки далее вяжем сверху нашу пинетку будем также обвязывать столбиками без накида но будем уже вязать за обе стенки делаем первую рабочую петлю на крючке заводим крючок за обе стенки протягиваем нашу петельку делаем первую воздушную петлю подъема наши хвостики можно положить прямо на ряд и вместе с ними будем обвязывать столбиками без накида за обе стенки напоминаю и так вяжем по кругу вяжем обвязывая край нашей пинетки вяжем столбиками без накида давайте довяжем ряд до конца самостоятельно а сейчас мы приступаем к нашим ажурным веерам поворачиваем пинетку будем вязать против часовой стрелки вот такой край делаем накид 1 2 во вторую петельку за заднюю стенку вяжем столбик с одним накидом далее делаем 3 воздушные петли заводим крючок в первую петлю и протягиваем ниточку делаем пико снова накид в эту же петлю вяжем столбик с накидом соединяем в пико и еще делаем столбик с одним накидом в итоге у нас должен получиться веер из 5 столбиков с одним накидом и в каждом веере 4 пико то есть между нашими столбиками по пико 2 петли откладываем во вторую петельку вяжем столбик без накида наш соединительный столбик снова накид для 2 петли и во вторую петельку вяжем столбик с одним накидом с одним накидом пико и как я уже сказала у нас должно получиться в каждом веере 5 столбиков с одним накидом и 4 пико вяжем мы в каждую вторую петлю то есть во вторую петлю связали веер далее вторую петлю откладываем и во вторую петлю вяжем столбик без накида и вот у нас получается такой красивый край давайте свяжем еще раз столбик с одним накидом во вторую петлю делаем пико и довязываем наш край наш ряд до конца вот ряд почти довязан у меня остался один веер но у меня заканчивается ниточка поэтому я вам спешу показать следующий ряд который у нас остается посмотрите разворачиваем к себе пинетку и вяжем за заднюю стенку в каждую петлю по одному столбику без накида один столбик без накида в каждую петлю поглядите задние стенки у нас остаются свободные потому что мы до этого вязали в другую сторону и поэтому у нас остались задние стенки свободные и сейчас мы вяжем за заднюю стенку в каждую петлю по столбику без накида и когда мы довяжем у нас получится вот такой вот край ну что остается нам сделать завязки завязки это очень простые они состоят из цепочки из воздушных петель которые мы свяжем в две нитки а сейчас я покажу как вязать розочки для этого нам понадобятся нитки лента белая сантиметр шириной зажигалка и ножницы для начала нужно подпаять край у нашей ленты можно использовать зажигалку или спички но если будете использовать спички то есть вероятность что лента может почернеть край делаем узелок у нашей нитки и сейчас будем делать наши розочки берем тот край который мы подпаяли и его складываем посмотрите сейчас я покажу один уголок берем и складываем вот и теперь надо зафиксировать иголочкой нашу ленту вот дальше берем тот остренький уголочек который остался и тоже его складываем и ленту будем отгибать не к себе а наружу посмотрите всю ленту отгибаем наружу каждый раз когда делаем нашу розочку снова наружу видите ленту не надо сильно отгибать на половину ленту и где есть возможность мы обязательно зафиксируем нашу иголку с ниткой сейчас я еще раз покажу как делать посмотрите вот у нас получается снова чуть-чуть отогнули ленточку и завернули ее чуть-чуть отогнули и завернули видите снова отгибаем и посмотрим есть ли возможность зафиксировать его сейчас я сделала покрупнее чтобы вам было видно вот загибаем нашу ленту и фиксируем иголкой с ниткой у нас остается край мы его отрезаем ножницами подпаиваем его нашей зажигалкой так аккуратненько и его надо спрятать теперь также загнуть как-нибудь и зафиксировать нашей иголочкой с ниточкой и наша розочка уже готова возможно с первого раза она может не получиться не отчаивайтесь попробуйте со второго раза тогда я думаю вас обязательно получится вот наша розочка осталось ее только пришить к пинеткам и у нас получится вот такие вот красивые пинетки ну на этом все я надеюсь что у вас тоже все получилось обязательно подписывайтесь на мой канал потому что впереди нас ждут очень много интересных видео до встречи пока 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 пока